Это итоги недели. В студии Ольга Васенда. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Квартирный вопрос, приемная компания и хорошее предложение. Операторы сотовой связи смогут выдавать займы. На каких условиях? Истина в цифрах. В горсполкоме подвели итоги социально-экономического развития города за квартал. Динамика неплохая по городу Бобрусь. Обеспечено выполнение трех из трех доведенных целевых показателей. Как сработал промышленный сектор. Сознательный труд. В городе прошел республиканский субботник. Это и объединяет, и сближает. Где построили дом и посадили дерево. От Секорского до Держинского. В Бобруське запустили новый четвертый маршрут троллейбуса. В скором времени будут организованы в тестовом режиме еще несколько маршрутов. Как часто ходит транспорт. Сальто-тарелка-сюрприз. Городской парк культуры и отдыха открыл сезон аттракционов. Все просто супер. Сколько стоит три минуты экстрима. Массовая забастовка, страшная давка и редкий лот. На аукционе продан скелет тираннозавра. Сколько стоит артефакт. Сфера интересов. Президент на неделе провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга. В фокусе внимания тесное сотрудничество Беларуси с северной столицей России. А результаты впечатляют. Товарооборот постоянно увеличивается. В прошлом году он превысил 2 миллиарда долларов. Речь идет о поставках городского транспорта, сельхозтехники, нефтепродуктов и продовольствия. В структуре отечественного экспорта в Питере отгрузки продуктов питания стабильно занимают первое место. И достигают более 40%. Все это вносит серьезный вклад в укрепление суверенитета и независимости. Нам предстоит большая работа по укреплению нашего союза Беларуси и России, который сегодня является оплотом свободы и правды на пространстве СНГ и за его пределами. Конечно же, огромный вклад в это укрепление наших союзнических отношений вносят регионы Российской Федерации. Часто говорю, не было бы наших связей с регионами России в свое время, не было бы и нынешних отношений. Мне импонирует ваш подход к решению задач, которые мы вместе осуществляем. Если уж руководство Питера берется за какой-то вопрос, то решает этот вопрос масштабно, качественно и, самое главное, в срок. Я вас хочу заверить, что такое же отношение будет со стороны Беларуси к нашему Питеру. На повестке дня вопросы логистики и развития контейнерных перевозок через российские порты в Петербурге и Мурманске. Там Беларусь строит свою инфраструктуру. В Бронке отгрузка уже идет. Собираются перенаправить по этому направлению около 7 миллионов тонн белорусских грузов. Сейчас готовятся проекты по модернизации железных дорог. Также стороны затронули темы сотрудничества в сфере культуры и туризма. Такая внушительная делегация северной столицы в Минске впервые. Для гостей была подготовлена обширная программа. У Беларуси и Санкт-Петербурга общая история, в частности, ее трагические страницы. Уже сейчас растет пассажиропоток между городами. Ведется работа над максимально удобным транспортным сообщением. Средняя зарплата, положительная динамика, объем экспорта товаров. В Бобруйском горсполкоме подвели итоги социально-экономического развития города за квартал. Производственный сектор прирос на 20%. О чем еще шла речь, знает Татьяна Горбач. Перспективные инвестпроекты, заработная плата, экспорт товаров и услуг, доходы и расходы. Основные тезисы заседания горисполкома. Здесь подвели итоги социально-экономического развития города за квартал. Несмотря на санкционное давление, промышленный сектор сработал на отлично. Темп роста объемов производства – 120%. Промышленность Бобруйска обеспечила четверть объемов всей области. Продукции произведено на 723 миллиона рублей. 80% предприятий города сработали на все 100. В числе лидеров – ТДИА, ТАИМ, Бобруйск, Сельмаш, Белшина, Беларусь-Резинотехника, Бобруйский Бровар, Оазис Групп, Славянка, Регион Продукт, Завод растительных масел, типография имени Непогодина. Зарегистрировано 25 новых предприятий. Тут я чуть подробнее остановлюсь. Считаю, необходимо отметить, что в структуре вновь зарегистрированных предприятий произошли определенные позитивные изменения. И сейчас каждое четвертое зарегистрированное предприятие относится к производственной сфере. А еще год назад их было порядка 11%. В сфере внешней экономики тоже наблюдается положительная динамика. Объем экспорта товаров – 73,5 миллиона долларов. Услуг – 2,8. Качество Бобруйской продукции оценили в 45 странах мира. Среди них Казахстан, Израиль, Турция, Афганистан, Иран, Ирак, Вьетнам. Основным торговым партнером по-прежнему остается Россия. За первый квартал отгрузки в страну-соседку увеличились на 16%. Если говорить о выполнении прогнозных показателей, то в целом динамика неплохая по городу Бобруйску. Обеспечено выполнение трех из трех доведенных целевых показателей и пять из восьми дополнительных показателей. Вместе с тем мы понимаем, что определенные вопросы имеются. За три месяца в городской бюджет поступило 99 миллионов рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее. Рост платежей обеспечен практически всеми градообразующими предприятиями. ИП уплатили налогов почти в полтора раза больше, чем в первом квартале 2022-го. 80% направлено на социальную сферу. Доходы, полученные в отчетном периоде, позволили профинансировать бюджетные обязательства в запланированных объемах. Просроченной задолженности посредством бюджета на 1 апреля не имеется. На расходы бюджета направлено 96,4 миллиона рублей. Кроме экономических вопросов, на повестке дня было и развитие туристической сферы. Неповторимый колорит, чистота и безопасность города на Березине привлекли множество гостей. Только за прошлый год Бобруйск посетили почти 8 тысяч иностранцев. Экспорт услуг свыше 1 миллиона 280 тысяч долларов. Это на 32% больше, чем в 2021-м. Наиболее востребованным стало лечебно-оздоровительное направление. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Контрольная закупка, мобильные займы и утренний полет. Белавия запускает прямой рейс из Минска в Мурманск, отчего зависит стоимость билета. Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Почти 9 тысяч новых квартир построили в стране за три месяца. Около половины жилья для нуждающихся. Всего ключи в 2023-м получат более 6 тысяч многодетных семей. В планах нарастить возведение арендного жилья, крова для военнослужащих и приравненных к ним лиц. В сельской местности введено в эксплуатацию 348 тысяч квадратных метров или 40% объема по всей стране. Миноба развучил, сколько абитуриентов ФУЗ и СУЗы планируют зачислить в 2023-м. Всего высшие учебные заведения намерены принять 52 200 человек. Это почти на 900 меньше, чем годом ранее. При этом бюджетных мест будет больше, почти на 1500. В ближайшее время будут утверждены сроки проведения приемной кампании, определят даты подачи документов, проведение вступительных испытаний, а также зачисления на все формы обучения. В Беларуси продолжается совершенствование механизмов ценового регулирования. Март ищет альтернативные способы в помощь к действующей системе. Для того, чтобы определить справедливую стоимость без ущерба для ритейла и переработчиков, проводятся встречи с производителями. Речь идет о разработке дополнительных алгоритмов ценообразования. Операторам сотовой связи планируют предоставить право выдавать займы гражданам на потребительские нужды, заявили в Нацбанке. Проект указа уже подготовлен, однако есть условия. Сумма не должна превышать 200 базовых. В денежном эквиваленте это 7400 рублей. Такое нововведение выведет микрофинансирование на новый уровень, соответствующий реалиям. Увидеть северное сияние. С 23 мая Белави запускает прямой рейс из Минска в Мурманск. Летать на северо-запад России будут только по вторникам. Из белорусской столицы вылет запланирован в 10.15, перелет в РФ в час дня. Время в пути – менее 90 минут. Билеты уже есть в продаже, стоимость зависит от выбранного тарифа. Лайт в одну сторону обойдется в 134 евро, в обе – в 244. Воздух поднимется, Эмбрайр – 195. Будний выходной 22 апреля в стране прошел республиканский субботник. На улицы вышли миллионы белорусов разного возраста, статуса и профессии. Дело сугубо добровольное. Бобруйск не остался в стороне. Внешний лоск наводили в каждом уголке города. О том, как это было – далее. На Красноармейской работнике Бобруйского завода КПД строят дом семейного типа. На республиканском субботнике к ним присоединяются председатель горосполкома и депутаты. Вместо привычных костюмов – спецодежда, предварительный инструктаж и задело. В разнарядке – возведение забора, в хозпостройке – бетонная стяжка пола. Благодаря совместным усилиям совсем скоро здесь зазвучат детские голоса большой семьи. А пока шумит только техника. Город полностью благоустраивается, делается много по уличной дорожной сети, укладывается асфальт и бетон, устанавливается бордюр, делаем тротуарные дорожки. Весь комплекс работы. В субботник приходят те люди, которые хотят. Это очень важно, потому что это добровольный труд. Это желание людей сделать что-то хорошее для города. Когда общаешься с иностранцами, приезжают, они отмечают, что чисто, аккуратно, красиво, прекрасно наша Родина. Когда постоянно наводить порядок у себя в доме, самому приятно. И, безусловно, такая оценка, она не случайна. Засучив рукава бок о бок, депутаты, трудовые коллективы и молодежь работают в парке семейных деревьев. Граб, клён и рябином. Здесь высаживают около 700 саженцев. Без дела никто не стоит. Каждый вносит вклад в озеленение города. Облагораживаем место вокруг себя. Делаем красоту, чистый воздух. Погода благоприятная. Поэтому всё здорово. Это и объединяет, и сближает. Все сейчас пока поработают. Дружнее, веселее это всё происходит, когда все вместе. Работа кипит буквально в каждом уголке города. Там наводят порядок на улицах, во дворах, парках и скверах. В руках грабли, на лицах улыбки. На Минской убирают мусор и красят ограждения представители Ленинской администрации лесотехнического колледжа. Субботник – это современный тимбилдинг. Люди здесь связаны общими целями и задачами, что однозначно объединяет. Мы сплочённый народ, мы можем позаботиться о природе, показать, что у нас всё хорошо и, в принципе, облагородить, как-то сделать лучше этот мир и нашу страну. Разработана концепция по благоустройству на этот год, она довольно масштабная. Это и малые архитектурные формы, и озеленение клумбы, растительность уже закуплена. В городе 28 таких больших, ёмких локаций, не просто клумбы, а, скажем так, разработанная лошадным дизайном. Администрация Первомайского района, ТАИМ, Белшина, РТИ, Беларусь-Резинотехника, завод растительных масел, красный пищевик – это только лишь часть тех, кто присоединился к зелёной инициативе. Сотни человек вышли в будний выходной, чтобы сделать чище микрорайон Киселевичи. На громаше на уборку вышли свыше тысячи человек. Лоск наведён везде – от проходной до рабочих мест. Считаю, что совместное дело объединяет не только родных в семью, но и коллег. Поэтому наведение порядка, приведение страны в достойный вид – это наше общее дело. За каждым отделом, за каждым цехом закреплена территория. Для этого у них есть в каждом отделе свой инвентарь. Особое внимание местам боевой и воинской славы. Территорию Бобруйской крепости облагораживает трудовой десант из медколледжа. Субботник – дело добровольное, но остаться в стороне в этот день, кажется, никто не смог. Отличное настроение, очень хорошая погода, прекрасная. В такой компании собрались сегодня. В этом году собрано больше 12 миллионов рублей. Заработанные деньги направят на реконструкцию мемориального комплекса узникам Азарического лагеря смерти. Ещё 50% перечислят на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодёжи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Ольга Васенда, Кристина Арианс, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. 25 апреля православные отметят Радуницу. День поминовения усопших установлен для того, чтобы разделить с ушедшими великую радость. Воскресение Христова. По традиции люди наводят порядок на кладбище, благоустраивают места захоронений, зажигают свечи и лампады. В бобруйских храмах запланированы литургии и богослужения. Изменится движение транспорта и городских служб. С 23 по 25 апреля автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня. На Радуницу интервал движения 13 маршрута на кладбище в деревне Ломы будет от 10 до 30 минут в зависимости от пассажира потока. Подробно с расписанием и изменениями можно ознакомиться на сайте горосполкома. Чтобы большие выходные прошли без происшествий, милиция перейдёт на усиленный режим работы. Для оказания помощи и охраны общественного порядка в местах массовых захоронений и богослужений будут выставлены дополнительные наряды. Посещая кладбище, помните про пожарную безопасность. Не выбрасывайте горящие спички и окурки. Мусор не сжигайте, а утилизируйте в специальные контейнеры. После себя не оставляйте стекло, бутылки, осколки. Уходя, помните, что нужно затушить свечи и лампады. Экологический подход в Бобруйске впервые пройдёт акция «Радуница без пластика». Авторы инициативы подарят саженцы растений бесплатно тем, кто приедет без искусственных украшений. Кульминация 25-го в 10 утра у входа на Минское кладбище. В тестовом режиме в Бобруйске запустили новый маршрут троллейбуса. Подследование от Сикорского до Держинского. Пассажиров перевозят на транспорте, который ещё вчера сошёл с конвейера. Оснащение по последнему слову техники. Татьяна Горбач прокатилась с ветерком. На работу как на праздник. Яна Шешина трудится в троллейбусном парке уже 6 лет. Но такого душевного подъёма не испытывала давно. Девушка впервые выходит на маршрут на машине, оборудованной по последнему слову техники. Панель управления напоминает дисплей космического корабля. Но опытный водитель уже освоила все тонкости. Этот троллейбус сделан для полнейшего, стопроцентного комфорта водителя. Всё в зоне доступности, в зоне достигаемости. Всё удобно. До всего можно дотянуться. Главное достоинство низкопольного троллейбуса 203Т70 – производство МАЗ – система автономного хода. То есть машина может двигаться без подключения к контактной сети 20 километров. Классический дизайн, современное остекление, светодиодные фары и три вида наклона кузова. Последнее позволяет транспорту накреняться так, чтобы в салон беспрепятственно заезжала коляска. Новый троллейбус в разы просторнее своих предшественников. В салоне комфортно разместятся 90 человек. Ширина проходов увеличена. Для удобства в ночное время предусмотрено освещение дверных проёмов. Есть экстренная связь с водителем. Большой плюс машины – сидение анатомической формы. Новый троллейбус курсирует в тестовом режиме по четвёртому маршруту. Путь следования – проспект строителей, конечная остановка улицы Сикорского, Шинная, Гагарина, Ульяновская, Шевченко, Крылова, Интернациональная, Советская, Держинского, Пушкина, Карла Маркса, Советская и далее. Пассажиры не нарадуются. Мне очень нравится этот маршрут, потому что всегда езжу на работу и очень удобно будет. Я надеюсь, что пополнится ещё парк новыми троллейбусами. Такого плана удобно, до седьмого микрорайона ездят туда. Там дети живут, хорошо очень добираться. Хорошо, молодцы. Спасибо большое. Удобный маршрут, удобно добираться стало. Всё устраивает, всё хорошо. Столько лет мечтала, ходила на работу пешком, а сейчас вообще здорово. Транспортная сеть Бобруйска постоянно развивается и совершенствуется. Это веяние времени. Город растёт, разрастаются спальные микрорайоны, появляется потребность в новых маршрутах. Удобство пассажиров – главный приоритет. В скором времени будут организованы в тестовом режиме ещё несколько маршрутов. По результатам изучения пассажиропотока на данных маршрутах будет принято решение о вводе одного из них на постоянной основе. Одним из них будет микрорайон Западный, а второй планируется запустить через проспект Георгиевский. Новые машины курсируют в тестовом режиме примерно раз в два часа. Как только маршрут будет утверждён, разбежка не превысит 40 минут. С расписанием движения «Четвёрки» можно ознакомиться на сайте горисполкома. Более подробная информация по телефону – 718945. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Местный «Дримленд» городской парк культуры и отдыха открыл сезон аттракционов. Сюрприз с «Альтокалипсом». Топ-3 для взрослых и детей постарше. Бори эмоций можно получить на автодроме и орбите, а оторваться от земли на летающей тарелке. Самым юным посетителем в самый раз будут весёлые горки, солнышко, миниджет и школьные качели. Кроме того, на территории разместились надувные батуты. «Счёт своей весомости внутри. Это очень классно. Классный аттракцион вообще. Всем советую. Хорошо, весело. Ребёнку хорошо и нам хорошо. Нам очень нравится. Весёлые горки – это отлично. Класс. Всем советую. Всё здорово, всё классно. Солнечная погода, прекрасное настроение, замечательные люди рядом. Вот поэтому всё просто супер». В этом году ценовой диапазон варьируется от 2,5 до 4 рублей. А для многодетных семей и инвалидов билет на все аттракционы обойдётся в 2 рубля. Есть хорошая новость и для молодёжи. Теперь по воскресеньям с 4 до 6 вечера детская дискотека «Танцевальный бум». Огненная угроза, антиправительственные протесты и неудачный запуск. Американская ракета взорвалась на старте. В чём причина? Далее громкие заголовки мировых новостей. Во Франции не стихают антиправительственные протесты. Тысячи людей, недовольные пенсионной реформой, выходят на улицы. По звуке марсельезы демонстранты штурмуют здания и бьются с полицией. Чтобы хоть как-то взять ситуацию под свой контроль, полиция запретила собрание на площади Согласия и Елисейских полях. Рейтинг Макрона тем временем на фоне протестов опустился до рекордного минимума. Согласно опросам, только 26% относятся к главе государства хорошо. В столице Йемена во время страшной давки погибли по меньшей мере 90 человек, более 300 ранены. Среди них дети. Трагедия произошла, когда толпа собралась в надежде получить небольшую сумму, которую местные торговцы жертвуют в течение священного месяца. Речь о 9 долларах. Люди стали тесниться и топтать друг друга. Создан комитет для расследования происшествия. Несколько предпринимателей уже задержаны. Неудачей закончился первый тестовый запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX. Ее создали для миссии на Луну и Марс. Через несколько минут после старта аппарат начал неконтролируемое вращение, а после взорвался. Планировалось в рамках этого полета он выполнить один виток вокруг Земли. Затем совершит приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов. Причины катастрофы выясняются. На Яве произошло 16 извержений вулкану Семеру. Он выбросил пепел на высоту 2 километров. Власти попросили местное население не приближаться к кратеру. В 2021-м из-за исполина погибло 50 человек, более тысячи покинули свои дома. Индонезия часто страдает от природных катаклизмов из-за своего расположения в Огненном кольце. Это полоса тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле. Скелет тираннозавра Рекса продан на аукционе в Цюрихе ниже ожидаемой стоимости. Экспонат ушел за 45 миллионов 300 тысяч долларов. В Европе такой лот был выставлен на торги впервые. Возраст редкой находки – 67 миллионов лет. Длина – более 11,5 метров, высота – почти 4. Всего в нем 293 элемента, и они прекрасно сохранились, особенно череп. Это как раз и удивительно, так как кости часто были несросшимися и легко отделялись друг от друга, поэтому тела животных в большинстве случаев теряли голову. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Ольга Васенда. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok